Аль-Язера, Катар, Курды должны сложить оружие и передать зону безопасности под контроль Турции. Редакционная статья. Аль-Язера, Катар. 18 октября 2019 года. Турция и США достигли соглашения прекращения огня, при остановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии и выводе курдских подразделений из зоны безопасности, которая перейдет под контроль турецкой армии. Об этом было объявлено по итогам переговоров президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом. В совместном заявлении США и Турции содержится 13 пунктов, которые касаются турецкой военной операции на севере Сирии, ее последствий и будущего. Ниже представлены основные положения турецко-американского соглашения. 1. США признали законным беспокойство Турции по поводу безопасности на ее южных границах. Кроме того, стороны подтвердили свои отношения как государств союзников по НАТО. 2. Страны согласились с необходимостью тесной координации на основании взаимных интересов и борьбы с террористами на северо-востоке и Сирии. 3. Турция и США выразили приверженность защите территории и населения стран-членов НАТО от всех угроз на основе принципа «один за всех и все за одного». 4. Они повторили свое обещание защищать человеческие жизни, права человека, а также религиозные и этнические сообщества. 5. Турция и США выразили приверженность продолжению борьбы с ИГИЛ, запрещена в РФ, примечания редакторов, на северо-востоке и Сирии. Они договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей боевиков ИГИЛ и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее находившихся под контролем ИГИЛ. 6. Страны согласились с тем, что операции по противодействию терроризму должны затрагивать непосредственно террористов, места их укрытия, убежища, позиции, вооружения, оборудования и средства передвижения. 7. Турция обязалась обеспечивать безопасность и благополучие жителей всех населенных пунктов, расположенных в зоне безопасности, контролируемой турецкими силами, и подтвердила, что будет действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нанести ущерб гражданским лицам и инфраструктуре. 8. Обе страны подтвердили свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под эгидой ООН, который направлен на то, чтобы положить конец сирийскому конфликту в соответствии с резолюцией СБООН номер 2254. 9. Обе стороны признали важность и функциональность создания зоны безопасности для решения вопросов, касающихся национальной безопасности Турции, включая повторный сбор тяжелого вооружения АРПК и ликвидацию ее укреплений. 10. Вашингтон и Анкара договорились, что функционирование зоны безопасности главным образом будут обеспечивать вооруженные силы Турции. 11. Кроме того, обе стороны будут углублять сотрудничество во всех аспектах организации зоны безопасности. 11. Турецкая страна пообещала приостановить операцию «Источник мира», чтобы обеспечить вывод сил РПК из зоны безопасности, в течение 120 часов. 12. Как только операция «Источник мира» будет приостановлена, США соглашаются не продолжать дальнейшее введение санкций в соответствии с исполнительным указом от 14 октября 2019 года о блокировании собственности и приостановке разрешения на въезд отдельных лиц, способствующих усугублению ситуации в Сирии, и будут работать и консультироваться с Конгрессом, в зависимости от обстоятельств, чтобы продолжить прогресс на пути достижения мира и безопасности в Сирии в соответствии с резолюцией СБОО номер 2254. После прекращения операции «Источник мира» в соответствии с пунктом 11, действующие санкции, предусмотренные вышеупомянутым исполнительным указом, будут отменены. 13. Обе стороны выразили приверженность совместной работе по реализации всех целей, изложенных в настоящем заявлении. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.